МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как правильно путешествовать по Воронежской области вместе с реальным путешественником-активистом? Поехали! За этот год мы нашли в собственном городе 16 стран. В каждой тематической подборке знакомились с местной культурой новой страны, ее активностями и кухней. Всего съели и выпили более 20 блюд. Нашли и сравнили с десяток достопримечательностей. Для таких путешествий нам не потребовались визы. Не пришлось проехать почти 150 тысяч километров, и мы сэкономили 832 тысячи рублей на авиабилетах. Как это было, вспомним в программе. Фу! Я сейчас умру. Мне нечего сказать по этому поводу. Это было сложно, но это было весело. Я помню, как долго мы искали на экотропе в Воронеже те локации, которые нам надо снять. И мы шли, и шли. У нас уже закончилось время съемки, но мы с оператором шли, снимали. Это было весело. Говорят, что здесь настолько чистые родники, что из них можно даже пить воду. Сейчас я нахожусь на поляне предков. Еще есть, например, красный скиф и памятник павшим боях за Воронеж. Для опытных путешественников расстояния не страшны. Михаил Глученко путешествует по Воронежской области более 10 лет. Активно развивает местный туризм. Провел с единомышленниками более 50 эко-пикников и поделился с нами своим опытом путешествий, местными сувенирами и личным рейтингом мест региона. Насколько интересно путешествовать по Воронежу, по Воронежской области? Очень интересно. Простые цифры. 168 мест. Самых интересных, которые я выбрал для себя, которых я до этого посещал. То есть, если раз в неделю... Это все тут. Да. Если раз в неделю бывать хотя бы в одном месте, это на 3 года. Почему обложка белая, а внутри так все ярко, короче? Это я придумал потом, но она такая... Пафосно, пафосно, я сейчас заложил. Как с Воронежской области. Ничего типа не ожидаешь, а внутри красочек. Первые тысячи экземпляров мы решили раздавать за участие в наших экологических мероприятиях на туристических объектах. Для жителей области я советую просто проехать по каждому месту и пропустить через себя, сложить какой-то свой итог. OpenVRN – это команда. Потому что здесь бы один человек не справился, здесь бы даже двое не справились. Оператором, монтажером, благодаря нашему редактору, благодаря нашим друзьям и даже родным и совершенно незнакомым людям мы смогли его сделать именно таким масштабным. Исторический момент! Мы едем в новое путешествие! Форум, здравствуйте. Здравствуйте! Лопок. А сегодня кто-нибудь один? Я один! За все время мы примерили 10 национальных костюмов, сменили 32 образа, каждый из которых отражал характер и стиль конкретной страны. И не раз проходили танцевальные мастер-классы. Только вспомните эти джазовые танцы. Ну а после узнаем у Михаила Глушенко какие сувениры можно привезти из Воронежской области. Мы находимся в самой джазовой точке Воронежа. Отсюда открывается потрясающий вид, но все самое интересное происходит именно здесь, под куполом. Окунемся в джазовую атмосферу 20-х годов прошлого столетия. И я не про музыку. Давайте начнем с вами погружаться именно в мир джазовых танцев. Немножечко с базовых шагов начнем. Мы будем танцевать друг с другом. Рок-степ, степ, 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 рок-степ. Эти танцы пришли к нам из США, а воронежский хореограф Никита Трушин прописал их в столице Черноземья. Однако воронежцам до уверенных джазовиков как минимум еще год, уверяет Никита. А мы тоже пытаемся вступить в их ряды. То ли пол дырявый, а я на каблуках. То ли, а мне что мешает. Но мы это сделали. Скажи же что-нибудь. Как тебе это так? Это было невероятно. Невероятно. Расскажи, у нас на столе сегодня такая красота. А можно ли привезти сувениры из Воронежа, Воронежской области? Да. Ковер, классика, много где делается. На старинном станке ткацком, в Донково. Вручную. Вручную. Мастерица специально, короче, то есть собирает вот эти вот все ниточки, короче, делает из них. Ковер мы тоже делали. Это было в Хохольском районе. Тогда мы были, искали Турцию. В принципе, получается. Да, ты молодец. Не быстро. Поэтому мы здесь надолго. Передаю тебе, наверное, на твой любимый зеленый цвет. Верхние ниточки взяли, теперь продеваем на стол. Вот с этой стороны, да? Мы ездим, ищем страны. Нам ничего не дарят. Мы ничего не дарят. У нас нет башенки маленьких. В Франции. А у тебя вот какие-то из дерева. Солнышко. История. Это все бобров. В боброве есть замечательный дом-ремесел, в котором очень много мастеров. Настоящие ли фрукты? Да, да. Можете подробно. Да, да, да. Это маракуйя. Вчера она еще висела на дереве, или, как правильно, на лиане. У нас есть классный ботанический сад в Игулу. Мы с тобой пойдем в магазин за фруктами к новогоднему столу. А у Миши будет... Из Воронежа, прям, с ветки. Как и обещали, веник. Это что за свиньет такой, откуда? В Липьевском районе есть мастер, который занимается таким традиционным производством, как изготовление веников. То есть он рассказал, что от момента, как посадить маленькое зернышко в землю, до того, как будет стоять готовый веник, надо сделать более 20 операций. Мне нравится эта программа, потому что в каждом выпуске есть рубрика про еду. Мы в ней едим. Реально ощущается. Это вот основной ингредиент. Английский завтрак, он все-таки плотный, очень вкусный, насыщенный. Кисло-сладкий, насыщенный, вкусный. Это приятнее, это слаще. У нас получилось сочно, мощно. Креветки с авокадо, они, по-моему, берут внимание на себя как-то, да. Я такого никогда не пил. А, нет, очень остро. Игра вкусов, она произошла. Добро пожаловать на кухню OpenVRN. Напоминаю, сегодня в меню у нас Австрия. Пока Люда покоряет австрийские активности, я здесь по хозяйству, сам себе кулинар. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Наша духовка разогрета до 180 градусов. Теперь вот это шоколадное, наивкуснейшее тесто, оно очень ароматное, перемещаем в нашу поверхность и отправляем в духовку на 40-45 минут. Пропитываем бисквит теплым джемом, разбавленным с водой. После не жалеем априкосовой начинки. Подойдет варенье, джем или конфитюр. Зафиналим шоколадным ганашем, покрываем им весь торт. В этом деле главное, чтобы было вкусно. Да, немножечко неэстетично, но, поверьте, аромат очень шоколадный, а значит, будет очень все вкусно. Себе, как домохозяину, самый большой кусок. Это одна из вкуснейших стран наших. У каждого есть свое место силы или любимые занятия в своем крае. Нам, например, больше всего запомнились джазовые танцы и приготовление австрийского десерта. Также и Михаил Глушенко из всего разнообразия мест выделяет три лучших. Посетить их – наш совет. Можешь ты назвать свои топ-3 места, твои любимые? Я очень люблю Сторожевое. Сторожевое просто потому, что нет никаких-то там факторов усиливающих. Это там красиво для жителей равнины, приехать на высокую панорамную точку, на реку. Это вау. Второе я бы, наверное, назвал Бобров. Потому что люблю вещи, которые все-таки продолжают развиваться, как-то самобытно. Боброви, даже сегодня только вернулся из Боброва, они собрали кучу мастеров, которые на одной площадке творят, созидают. Просто попадаешь в атмосферу, в которой приятно. Костомарова. Потому что, несмотря на то, что женский монастырь, и он в пандемии чаще всего закрыт, там особое состояние наступает. Такое, наверное, как место силы, да? Стопроцентное. Вы можете вдохновиться, но поехать испытать свои эмоции, свои впечатления, и это будет ценно именно вам. Счастливых путешествий по Воронежской области. Честно, я сам себе удивился, когда действительно я начал любить и по-новому смотреть на наш город, когда его можно смотреть через призму Франции, найти в нем чуточку Финляндии и других стран, которые мы объездили, а сколько еще нам предстоит в следующем году, например, проехать, а точнее найти в своем городе и области. Начинаем игру в вьетнамский вэллибол. Жизнь прекрасна, и на самом деле нужно отбросить все свои переживания, если ты пойдешь со мной. Что это? Мы отсняли всего 62 сюжета, познакомились с десятком иностранцев, пообщались с 20 местными жителями разных стран, погружались в каждую культуру страны, чтобы сделать нашу программу особенно атмосферной. Следующий сюжет тому подтверждение. Я в традиционном тайском кимоно. Именно в нем обычно делают тайский массаж. Меня предупредили, что будет больно. Надеюсь, конечно, что это не так, но я люблю массаж, думаю, мне понравится. Существует две техники, которые отражают азиатские традиции. Первая – королевская. Выполняется на расстоянии вытянутых рук от массируемого. И общая техника, или традиционная. Мастер использует дополнительные приспособления, свое тело, даже помощь пациента, чтобы добиться результата. Сегодня я испытываю на себе именно ее. Воздействие на активные точки совершается надавливанием. Мастер поворачивает, скручивает, разминает те части тела пациента, в которых обнаружат защемление и спазм. На тайском массаже прорабатываются все точки вашего тела. Обычно процедура занимает час-полтора. Эмоции и ощущения меняются на протяжении всего массажа. Когда проходите по всем точкам, крайне болезненно. Но я прям чувствую вот эту вот легкость в спине, во всем теле. И хочется прям теперь чая. ПРОЕКТО ОПЕН-ВРН ПРОЕКТО ОПЕН-ВРН hoje на комьюнити. Только задумайтесь с Воронежским ПРОЕКТ собрал себе людей из разных стран мира. Дехcormos, vision не меняет, это видео-ос lasts 2 лет. Не Angst и tactic, практик, крест в прошлом году. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok